Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать на нашем очередном вебинаре, который мы проводим вместе с доктором Элдером. И перед тем, как мы начнем, несколько организационных моментов. Сегодня у нас будет открытый вебинар, на котором мы поговорим о том, что у нас происходит на текущий момент на рынках, поговорим о текущей ситуации. И в конце вебинара также можно будет задать ваши вопросы, которые у вас появились. Какие-то из них я уже получил на почту. Ну и также вы сможете написать эти вопросы в чат. Перед началом вебинара обязательно предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками. И не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Вся информация, которая дается в рамках этого вебинара или любых других вебинаров, которые мы проводим, дается только в целях вашего обучения и ознакомления. Несколько слов о Admiral Markets. Admiral Markets является брокером. Мы предоставляем возможность торговать различными инструментами, как с кредитным плечом, валюты, индексы, акции. Так и не так давно мы запустили инвестиционный счет, на котором можно покупать акции американских компаний, европейских компаний. То есть его можно уже использовать более, так скажем, консервативно, потому что я согласен, что торговля с кредитным плечом может подходить не всем. И если вы делаете свои первые шаги в трейдинге, то лучше, на мой взгляд, ну и по крайней мере безопаснее, начинать именно с инвестиционного счета. Также мы вместе с Александром проводим серию вебинаров, которые направлены на то, чтобы увеличить знания наших слушателей и помочь, ну, наверное, не совершать те ошибки, которые можно не совершать. Ну, хотя кому-то проще и понятнее учиться на своих ошибках, но мы постараемся делать таким образом, чтобы этих ошибок все-таки было меньше. Следующий вебинар в таком же формате у нас будет проходить в декабре. Те, кто присутствует онлайн, на него дополнительно регистрироваться не требуется. Вам также придет напоминание. Дата будет 17 декабря. Ну и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Также я скину ссылку в чат, на котором будут выкладываться вебинары в запись, если вы, мало ли, их не смогли просмотреть онлайн. Но онлайн всегда лучше, потому что здесь можно будет задать вопросы. Ну и также по поводу YouTube-канала, на прошлой неделе было опубликовано интервью, которое мы записали, когда Александр был в Таллине. Там, как мне кажется, ну вот, наверное, Александр, если меня поддержит в этом отношении, то есть мы разобрали большинство, наверное, таких ключевых вопросов, которыми задается каждый трейдер, именно приходя на финансовые рынки. Поэтому также его рекомендую посмотреть, и там будет проходить конкурс, в котором вы сможете выиграть книгу с автографом Александра. Поэтому смотрите интервью, принимайте участие в конкурсе, и мы объявим победителей, я думаю, что как раз на следующем вебинаре. Темой конкурса мы выбрали довольно-таки интересную. Ну, Александр, я думаю, что многие знают, что книг написано уже очень много, и идея конкурса была в том, чтобы услышать от слушателей, да, от тех, кто интересуется трудами Александра, как раз предложены названия книги. Там уже предложено очень-очень интересное название, но как раз, я думаю, к следующему вебинару мы их посмотрим, и выберем три наиболее интересных или три наиболее креативных. Ну, Александр выберет и поделится как раз вот тем, какой ему понравилось больше. Ну, от меня, наверное, это все. Ссылки я сейчас также приложу в чат. И что-то перескатил, перескатил. Хотелось бы теперь передать слово Александру, человеку, с которым знакомится каждый, кто начинает изучать биржевую торговлю, то есть человек, который занимается трейдингом уже более 40 лет, и человек, который вырастил уже, может быть, и не прямо, но, по крайней мере, посвенно, уже не одно поколение трейдеров. Поэтому, Александр, передаю вам слово. Спасибо большое, Роман. Спасибо. Добро пожаловать в наш вебинар. И, как Роман сказал, если упоминаются какие-то акции или какие-то конкретные рынки во время этого вебинара, пожалуйста, не принимайте это за руководство к действию. Я не могу вам сказать, что покупать, чем играть на понижение. По той простой причине, что я не знаю вашей финансовой ситуации, вашей толерантности к риску, ничего подобного. Но при этом я считаю себя обязанным высказать свое совершенно четкое мнение о тех рынках, которые мы рассматриваем. И поэтому, что я делаю во время вот этих вебинаров, это, в принципе, размышляю вслух. Я смотрю на графики, я анализирую их и смотрю на них так, как с той точки зрения, буду я им торговать или нет. Если да, то как? И вот таким образом я делюсь с вами своими мыслями. Еще один момент, который Роман вкратце упомянул, но который заслуживает большого внимания. Это контроль над риском. Новички бросаются в рынки и вместо того, чтобы тратить время и средства какие-то на обучение, думают, что сейчас они заработают сразу большие деньги. Прочитали книжку, прочитали две книжки, все, человек уже специалист, и, значит, сейчас он будет делать там 30, 50, 70 процентов годовых. Добро пожаловать. Я в таких случаях говорю студентам своим, кто в профессии, ну, скажем, дантист, дантист. Ну, а я прочитал книгу про зубы, я слышал, что в зубах хорошие деньги. Я прочитал книжку и немножко дома попрактиковался на тренажере. Я сейчас открою офис рядом с твоим и буду с тобой соревноваться. Вот у тебя зубной офис. И я, прочитав пару книжек, тоже открываю зубной офис и буду тренироваться. Люди смеются. Естественно, всем понятно, что занимает гораздо больше времени и энергии, чем прочитать пару книжек, чтобы стать серьезным конкурентом, серьезным специалистом. Поэтому самое главное, с самого начала своей биржевой деятельности, это четко контролировать риск, во-первых, играть по маленькой, грубо говоря. А во-вторых, очень важно вести записи всех своих сделок. Я веду дневники своих сделок и могу показать, что я покупаю, что я продаю. То есть в момент покупки и в момент продажи я делаю снимок с экрана. Есть, кстати, замечательная программа, которую я пользуюсь, называется Snagit. Стоит 50 долларов пожизненная лицензия. Это, пожалуй, одни из лучших 50 долларов, которые я когда-либо потратил. Хотя, правда, я потратил только 40, потому что купил программу давно, когда она была еще чуть-чуть дешевле. Но, тем не менее, я могу показать фотографию каждой сделки входа и каждой сделки выхода. И где-то месяца три спустя, 3-4-5 месяцев после выхода я рассматриваю эту сделку опять, делаю новую фотографию. И теперь уже мой вход и выход находятся не у правого края экрана, а где-то посередине. А потом я вижу, что произошло дальше. И вот тут-то 3-4 месяца спустя становится ясно, что было сделано правильно, что было сделано хорошо, что было сделано ошибочно, что было сделано плохо. То есть, входя в каждую сделку, у меня есть две цели. Первая цель, конечно, это сделать деньги. Но я не могу достичь этой цели на каждой сделке. Но я могу стать лучшим трейдером, лучшим специалистом после каждой сделки. Я вижу, вопрос выскочил. Делайте снимок только дневного или обоих графиков? Хороший вопрос. Я считаю, что всегда надо смотреть, всегда надо принимать биржевые решения, особенно касающиеся входа в сделку, особенно касающиеся входа в двух временных зонах. То есть, допустим, стратегическое решение на недельном графике, а тактическое на дневном. Или когда я занимаюсь дейтрейдингом, стратегическое на 25-минутном графике, а тактическое на дневном. И вот все эти такие парные фотографии у меня есть. самообучение постоянно продолжается. Я вижу, еще один вопрос выскочил. Хочется узнать, когда вы стали считать, что стали профессиональным трейдером? И что дало вам это понять? Когда денег стало больше от трейдинга, чем от всего остального, и когда я понял, что я могу отказаться от всего, от писания книг, от преподавания, от всего, и только слить перед экраном. Вот тут я знал, что я профессиональный трейдер. Когда мой счетовод, когда мой счетовод стал... У нас в Америке раз в год подается налоговая декларация. Когда мой счетовод стал жаловаться, что я зарабатываю слишком много, что у него тяжелая работа, трудно понизить налоги с такими доходами. Ответ очень простой. Ответ зависит от стабильного поступления денег на торговый счет. Но это было непросто, это было не в один год. И все это дело прошло. Вижу, еще выскочил вопрос. По каким критериям вы оцениваете свои сделки в настоящем и месяц, два месяца спустя? Я делаю оценку всех сделок. Вы видите сейчас экран, который вам Роман показывает? Слева недельный график, а справа дневной график S&P. Вы видите это, да? Так вот, я оцениваю... Отлично. Я оцениваю свою сделку по проценту конверта, который я вывел из сделки на дневном графике. Снять 30% конверта от верха до низа – это великолепная сделка. То есть, сделки измеряются не деньгами, а процентов от максимально возможного, что есть в этом рынке. В долгосрочном диапазоне, конечно, деньги – это самое главное. Но краткосрочной в сделке сделку нельзя оценивать деньгами, потому что, может быть, сделал маленькую сделку, но очень точную, очень аккуратную. Или сделал большую сделку, расхлябистую, неаккуратно вошел, плохо вышел, но сделка была прибыльной, а поскольку сделка была большая, то прибыль была большая. Хотя на самом деле сама сделка была очень ляповой. А вот это более объективная оценка отдельной сделки. Какой процент конверта я снял, и я себе выставляю этот процент за каждую сделку. Кроме того, я себе выставляю три оценки за каждую сделку. Самая главная оценка – это конверт. Какой процент от конверта я снял. Вторая и третья оценки – где находится мой вход по отношению к дневному диапазону. То есть, допустим, если высшая цена акции за день была, скажем, 50 долларов, а нижняя – 48 долларов, а я купил ее за 49, значит, моя оценка – 50, 50%. Если я купил ее за 48, значит, моя оценка – 100% и я гений. А если я купил за 50, по высшей точке, значит, моя оценка – 0 и я идиот. Вот так вот. То есть, для меня, я всегда нацеливаюсь на то, чтобы купить в нижней половине дневного бара или дневной свечи, продать в верхней половине. Это не всегда удается, но купить в правильной половине – это отличная сделка. Такой длинный вопрос на короткий ответ. Спасибо, Александр, за ваши ответы. У нас их вопросов, на самом деле, довольно-таки много, поэтому я предлагаю их оставить на конец вебинара. Посмотрим на сегодняшние рынки. Да, можем начать, как всегда, с S&P 500. Как всегда, наверное, вопрос, который идет из вебинара к вебинару – продолжится ли рост? Потому что с момента последнего нашей встречи исторический максимум вновь был обновлен. Как вы считаете? О чем, мне кажется, говорил в прошлый раз, что это бычий рынок, он идет вверх. Да? Да. Есть такая шутка-поговорка. У бычьего рынка нет зоны сопротивления, а у медвежьего рынка нет зоны поддержки. Рынок идет вверх, идет вверх очень сильно. И глядя на недельный график, или даже на месячный, если мы его выставили, вы можете это сделать месячным графиком, где каждый бар – это месяц. Вот так вот, да? Вот, что происходит? Периодически на рынке случается паника. И в последний раз такая колоссальная паника была, вот видите, здоровенный выпад ниже зоны, ниже скользящих средних. Это был декабрь прошлого года. Там зажглись все зеленые огни. Это колоссальное важное дно, и рынок идет от этого дна вверх. И он идет вверх по сей день. И разница между любителями и профессионалами заключается в том, что любители покупают по верхам, когда все ясно, все идет вверх. Сейчас любители стремительно входят в рынок, стремительно входят в рынок. Различные опросы общественного мнения, опросы мнения среди биржевиков показывают, что люди боятся пропустить бычий взлет. Ну, бычий взлет начался довольно давно. Перейдем обратно к недельному графику. Последняя донышко, опять-таки смотрим на недельный график, было в августе, в июле-августе. Опять-таки, вы видите, рынок упал ниже двух скользящих средних. Я называю вот это пространство между скользящими средними зоной ценности. Вот это справедливая ценность рынка между медленной и быстро скользящими средними. А сейчас рынок находится очень вблизи от верхнего конверта. И это опасная зона для покупок, это гораздо более приятная зона продавать то, что было куплено дешево. Очень простое правило, но у меня заняло много лет, чтобы выучить его наконец. Покупай дешево, продавай дорого. И вот этот относительно простой график цена, две скользящие средние и конверт помогают сделать именно это. Купить дешево, продать дорого. Я сейчас продаю только, покупать сейчас опасно. Рынок переоценен. Он может стать еще более переоцененным, он может подниматься еще неделю, две, три. Но если вы посмотрите, как обычно все это дело происходит, рынок касается верхнего конверта, как бы чешет голову об него несколько недель. А потом... И вот тут всеобщее счастье. Тут вот все дентисты и новички бегут покупать рынок, бегут покупать акции. Профессионалы снимают прибыли. И потом наступает резкое падение. Это падение пугает новичков. А вот я жду этого падения. Я жду этого падения, чтобы начать отовариваться опять. Долгосрочная структура бычьего рынка в порядке. Долгосрочная структура сильная. Краткосрочно рынок на данный момент переоценен. И об этом говорит недельный график. Если мы посмотрим на правую сторону этого графика. Дневной график СНП. Что мы видим здесь? Пару недель тому назад во время взлета СНП коснулась верхнего конверта. Опустилась на прошлой неделе. А сейчас пытается достичь верхнего конверта, но коснуться его не может. О чем это говорит? На поверхности рынок... Быки сильнее, рынок выше. А вот этот вот график, который показывает, что СНП не может коснуться верхнего конверта, говорит о том, что под ниже поверхностью, под спудно, быки слабеют. Рынок поднимается по инерции. И он может продолжать подниматься по инерции еще какое-то время. Но нас ожидает довольно резкое падение. Рынок упадет, упадет ниже уровня ценности. И на дневном графике очень вероятно достигнет нижнего конверта. Вот тут-то народ будет паниковать, паниковать, продавать. Я жду этого момента с тем, чтобы опять начать отовариваться. Вот это мой взгляд на СНП сегодня. Спасибо. Также, коллеги, вы можете предложить свои инструменты, которые мы, если успеем, сможем посмотреть. Ну, вот то, что также очень часто просят в вопросах и, в принципе, интересует эта информация в сравнении с валютами. Евро. Да, евро-доллар. Сейчас я его добавлю на график. Так, готово. Окей. Есть раз в неделю. Начну чуть-чуть даже издалека. Для того, чтобы торговать валютой. Можно торговать на валютном рынке, а в Чикаго продаются валютные фьючерсы. Я чувствую себя, я вырос на фьючерсах, я чувствую себя гораздо комфортнее, торгуя валютными фьючерсами. Одна из важных цифр, на которую я посматриваю, это раз в неделю выходят доклады от комиссии, это федеральная комиссия по фьючерсам, которая показывает уровень бычьего и медвежьего мнения о рынках. И неделю тому назад вышла цифра, что евро один из самых ненавистных медвежьих рынков. Когда я вижу такие сообщения, что народ ненавидит какой-то рынок, народ считает, что это все полный обвал. Вот тут я начинаю интересоваться о покупке этого рынка. Евро находился, находился в медвежьем рынке уже пару лет. Теперь смотрим на поведение. Сначала графика, а потом скользящих средних. Да, медвежьий рынок начался в прошлом году. И уже больше полтора года этот рынок падает все ниже и ниже. Что мы видим? Если вы посмотрите довольно ближе к левому краю, посмотрите на глубину MACD гистограммы. Это показывает колоссальную силу медведей. И такое колоссальное дно обычно свидетельствует о том, что медведи очень сильны, и падение будет продолжаться. Теперь посмотрите на последний выпад MACD гистограммы ниже нуля, ближе к правому краю. Вот это сила медведей сегодня. Вопрос. Стали медведи сильнее или слабее? На более нижнем, на более нижней панели этого графика индекс силы. Посмотрите, как индекс силы глубоко упал возле левого края, и глубину падения индекса силы вот здесь, около правого края. То есть сплошные бычьи дивергенции. Последняя попытка обвалить рынок евро была где-то две недели тому назад, когда медведям удалось столкнуть рынок евро ниже скользящих средних, ниже зоны ценности. И ничего. И ничего. Одна неделя ниже зоны ценности, а на этой неделе евро уже опять поднимается. То есть глядя на эту картину, я смотрю на евро как на рынок, который просится покупать. Это стратегическое решение на недельном графике. Приняв стратегическое решение, я перехожу к дневному графику для принятия тактического решения. И здесь дневной график выглядит вяло. Рынок упал в сентябре, взлетел в октябре, получился двойной вверх, упал ниже зоны ценности и сейчас поднялся чуть-чуть выше зоны ценности. То есть рынок правильно оценен. Когда цена находится в зоне ценности, это значит, рынок и не недооценен, и не переоценен. И в таких ситуациях я отхожу от рынка, я не вижу в этом сделки. Я хочу покупать, когда рынок ниже ценности, продавать, когда он выше ценности. А сейчас рынок правильно оценен, поэтому долгосрочно считайте меня быком. краткосрочно я не вижу состояния ни переоценки, ни недооценки. Поэтому я просто стою в сторонке и ежедневно смотрю на этот рынок. Хотелось бы увидеть, чтобы он упал и перестал падать хотя бы к уровню прошлой недели. Вот там-то это будет более интересно покупать. Спасибо, Александр. Вот мы периодически смотрели этот инструмент, но вот мне интересно ваше отношение именно к золоту. У вас есть ли он в вашем портфеле и, например, используете какие-либо инструменты с золотом для торговли? У меня есть одна золотая акция. Я нахожу золото трудным рынком для теханализа. Но глядя на этот... Вы знаете, вот интересно, у большинства трейдеров есть такое, какие-то рынки нам близки, а какие-то меньше. золото... Я не чувствую особого интереса к этому рынку, но мнение свое могу высказать. На левой стороне графика недельный... На левой стороне экрана недельный график, и на этом графике мы видим, что тренд несомненно вверх. Золото достигает все больших высот и более высоких низов. Больших высот, больших низов. И у самого правого края золото было переоценено, оно торговалось вне конверта, а сейчас оно втянулось обратно в конверт, упало в зону ценности, на прошлой неделе прокололо эту зону вниз, и ничего, и сейчас вернулось в эту зону. Мне это показывает, что золото вернулось от состояния переоцененности, к нормальной оцененности. А поскольку тренд вверх, то это указывает на то, что лучше его покупать. Глядя на правый край экрана, на правый график, мы видим в центре этого графика донышко в сентябре, и вот сейчас в ноябре на предыдущей неделе золото пробило это донышко, пробило и ничего. Вот то, что вы сейчас поставили горизонтальную линию, то, что у правого края это называется false breakout, ложный выпад. Для меня эти ложные выпады один из лучших сигналов теханализе. То есть, когда медведи вроде бы сейчас мы шапками закидаем, вот мы уже уронили этот рынок ниже предыдущего дна, ну, он отказался лежать на земле и вернулся обратно. Это показывает, что медведи сыграли и проиграли. И для меня это показывает на то, что золото в данный момент лучше покупать, чем продавать. То есть, продавать его четко не стоит. Но сейчас выглядит очень привлекательно для покупки. Спасибо. Можем тогда сразу посмотреть как раз вот акцию, которую вы упоминали также на прошлой неделе. Мне честно кажется очень интересно. Прошлый месяц. Прошлый месяц, да, прошу прощения. Это акция компании Кратас. А, да, 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 продал их, продал. Окей, компания Кратас. как я говорил в прошлый раз. Значит, это компания, которая производит военизированные дроны для военных. у них есть, у них есть замечательный совершенно клиент вооруженные силы США, которые покупают эти дроны в больших количествах. я не буду вдаваться в политические моменты, почему это так популярно, но не будем вдаваться в политические моменты. Это нас может увести. да, это нас уведет совершенно не в ту степь. Так вот, поскольку вооруженные силы закупают эти дроны все время, это главная компания производства военизированных дронов, я заинтересовался ей в начале этого года как раз вот в самом центре графика, когда Кратас выпал ниже зоны ценности, чуть-чуть правее, правее немножко, нет, правее, вот здесь я заинтересовался, но призевал, призевал, и Кратас улетел вверх без меня. Поэтому, когда Кратас, а потом ближе уже к правому краю, видите, был один бар, когда Кратас сильно очень упал, немного левее, да, сильно очень свалился, какие-то компания вышла с какими-то извещениями о своих финансовых, доходы были меньше, чем ожидалось, и, значит, люди стали продавать эту компанию, вот тут-то я ее закупил, закупил и стал ждать очередного мощного взлета, но мощного взлета не последовало, и, а как я сказал раньше немного, сегодня, рынок переоценен, рынок переоценен, у меня есть несколько долгосрочных позиций, которые я держу, так сказать, четко и стабильно, но это была такая более краткосрочная позиция, я купил эту акцию где-то за 18 долларов с копейками, и она поднялась до 19, и вот торчит, там торчит, ну, 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 прибыль есть, прибыль небольшая, смотрю на общий рынок СМП и говорю, что да, он переоценен, предстоит, предстоит довольно крутое падение в один прекрасный или не такой прекрасный день, лучше я продам этот краткос и сниму свою небольшую прибыль и буду ждать следующего падения, и вот тогда-то буду отовариваться опять, обещаю не проспать, вот, сказать, такая ситуация с краткосом, то есть я в прошлый раз показывал, как я его купил, а сейчас такому-то сказать, что я его продал. Понял, а вот с точки зрения, например, долгосрочных идей, то есть с точки зрения покупки, например, этой акции на несколько месяцев, может быть, лет. Да, 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 это то, что я хочу сделать, ну, много лет, я не знаю, много лет это слишком долго, но много месяцев четко, много месяцев четко, абсолютно собираюсь это сделать, но буду ждать распродажи, буду ждать распродажи, понял, пришла, пришла, жена, жена взяла племянницу в магазин, маленькая девочка взяла ее в магазин, платье купите там на какое-то школьное мероприятие, подарок, смотрит на это платье, смотрит на это платье, девочка говорит, а как насчет этого платья? жена говорит, Джолия, посмотри на ярлычок, платье продается по полной цене, мы покупаем, только на распродаже, а, спасибо, тетя, я поняла, тетя, да, да, тетя, спасибо, так вот, я тоже хочу купить Кратос опять, но на распродаже, я понял, ну, очень, да, хороший пример, думаю, что у многих трейдеров это со временем появляется, нежелание покупать по полной стоимости, хорошо, вот, мы, в принципе, посмотрели те инструменты, которые у меня были заготовлены, если, Александр, у вас, например, есть что-то, что мы могли бы посмотреть, что заинтересовало вас последнее. Давайте взглянем еще на одну акцию, о которой, по-моему, мы говорили, это акция гонконгского ETF, это фонд, который инвестирует в Гонконг, EWH, по-моему, мы обсуждали, я не знаю, обсуждали мы это или нет в прошлый раз? Возможно. Возможно. Давайте загрузим этот график, опять-таки, недельный и и и Эдгар Эдгар Волтер Харри EWH. Я называю это моей Ротшильдовской сделкой. Ротшильд был, как, наверное, многие знают, очень крупный финансист, очень богатый и как-то у него спросили, а как вы стали таким, когда самое лучшее время покупать акции? Покупай, когда кровь течет по улицам. Я в Гонконге, к сожалению, она течет, хотя, конечно, Гонконг, Гонконг это не Ирак и не Москва, там полиция гораздо мягче, но тем не менее. Рыдок в Гонконге обвалился, и глядя на недельный график, в сентябре вы видите, как получилось двойное донышко такое в Гонконге. Вы можете поставить туда курсер свой, да? Нет, это гораздо правее, последнее дно ниже конверта. Окей, ниже конверта. Мы покупаем платье только на распродаже, да? Это было первое дно, а рядом с ним второе дно, уже ближе к правому краю. Вот это был Гонконг. Смотрим на дневной график. Та же самая ситуация, двойное дно в самом центре, нет, вернитесь так, в самом центре двойное дно и колоссальная бычья дивергенция между донышком у левого края и в центре. Посмотрите на дивергенцию МСД гистограммы, посмотрите на дивергенцию индекса силы. Покупай, когда кровь течет по улицам. И я купил эту акцию вот не на самом низком этом баре, а на один левее. Вот так вот, да? Левее, 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 левее. Нет, раньше. Левее этого на один. Вот так, нет, вот тот бар, который выскакивает вниз, вот торчит вниз, да? На один влево. Чуть-чуть рано купил. Типичная ошибка, типичная ошибка достаточно опытного трейдера. Новички покупают всегда поздно, хорошие трейдеры покупают рано, а гениальные трейдеры покупают вовремя. Ну, я еще работаю на последней стадии. Купил здесь и просидел несколько дней в ожидании, а потом Гонконг попер вверх, попер вверх, очень круто. И, видите, вот тут был третий бар от верхушки, когда два коротеньких бара совсем рядом друг с другом. Раз, два, налево, налево, налево. Вот, два бара. Вот я еще на один левее. И вот здесь продал. Почему продал? Потому что рынок практически достиг верхнего конверта. Еще один рассказ о Ротшильде. У него спросили, как вы так разбогатели на акциях? Он сказал, я всегда продавал слишком рано. Вот так вот. И вот где Гонконг находится сейчас у правого края. Купил чуть-чуть рано, прорвал чуть-чуть рано, была очень прибыльная сделка, взял хороший размер. А сейчас я смотрю на недельный график, его еще рано покупать. Гонконг находится близ уровня ценности. Будем ждать, пока это платье выбросит на распродажу. Вот тут будет время покупки. Вот просто пример сделки, которая заняла чуть-чуть больше месяца. Идеальная сделка нет. Отличная сделка, да. Спасибо. Какой-то инструмент еще есть у вас в голове, чтобы мы смогли посмотреть, может быть, что-то прикол вашего внимания последние пары недель? может быть, фьючерсы на американские облигации US Z19. К сожалению, здесь мы, наверное, не сможем посмотреть. Окей. Не важно. Да. Ну вот сейчас один из участников, который, кстати, очень много вопросов получаем, сейчас написал вопрос по фунту стерлингов, давайте его посмотрим тогда, потому что тоже на фоне политический рынок такой. Да-да-да-да. Смотрим недельный график для того, чтобы принять стратегическое решение, да, и задаем себе вопрос на фунт правильно оценен, переоценен или недооценен. Фунт находится вблизи верхней кромки своего конверта, то есть фунт переоценен в данный момент. И теперь смотрим на стратегическое решение. Будем искать возможности фунт закоротить. Это фунт против доллара. Переходим к дневному графику. И здесь видим очень занятную ситуацию. Три взлета в фунте. Два в октябре и один вот сейчас проходит вот это первый, затем второй и теперь третий. Хочется его закоротить, но закоротить нельзя. Почему? Потому что импульсная система зеленая. поднимается скользящая средняя и поднимается MACD гистограмма. Инерция вверх и сила вверх. Поэтому продавать еще нельзя. Но смотреть можно. И смотреть стоит на два момента. Во-первых, было бы совершенно замечательно, совершенно замечательно, если бы фунт в ближайшие дни, неделю выбил выше, пробился бы выше первой, своей первой верхушки и застопорился там. Помните, я сказал несколько минут тому назад, ложный выпад, один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Давайте поставим горизонтальную линию. Вот так вот здесь, да? некая подруга была много лет назад, замечательная совершенно трейдер была женщина, и она распечатывала графики вот такие, и красной ручкой рисовала, чего она ожидает, и прикалывала эти графики к стене возле своего компьютера. То есть каждый раз, когда она подходила к компьютеру, она видела, ее планы были на стене. и ничего не пропускала. Деньги снимала, как кошка снимает птицу, как воробья из воздуха. И все, и взяла. Вот так вот. А пользовалась вот такими картинками. Сегодня сделки в британском фунте нет. А вот если фунт выйдет выше этой горизонтальной линии и застопорится там, то вот тут и начнется очень интересная песня. Вот здесь сразу же поступил вопрос, чтобы недалеко уходя на него ответить. Вопрос был от участника относительно силы дивергенции. Где она сильнее на ваш взгляд? То есть это недельный таймфрейм или дневной? Чем больше таймфрейм, тем больше силы. То есть я могу показать дивергенцию на пятиминутном графике, у которой вообще стоит копейки, а дивергенция на часовом графике сильнее, дивергенция на дневном графике еще сильнее, а на недельном это уже мы можем говорить об очень значительном развороте. сейчас я думаю, что мы можем несколько ответить как раз на те вопросы, которые присылали, а всех остальных участников тогда призываю приложить несколько инструментов, которые для вас были бы интересны и мы их также дальше разберем. Я получил ряд вопросов, в том числе мы не всегда затрагиваем это на вебинарах, но многие трейдеры практикуют так скажем краткосрочную торговлю, то есть насколько я знаю вы торгуете фьютишес на валюту на минутных таймфреймах до 5,25 и вот как раз был вопрос от участника в этом отношении, я думаю, что сейчас мы как раз можем на этом остановиться, потому что мы краем затрагивали этот вопрос в ходе наших вебинаров, но не всегда углублялись по нему и вопрос в том, как вы проводите например вашу подготовку именно к сделкам, которые идут на небольших таймфреймах. У меня есть вы знаете очень важно в рынках фокусировка, чтобы четко следить за рынком, потому что сигналы все время где-то происходят, но насколько вы в курсе, насколько вы на чеку, насколько вы фокусировка, поэтому у меня есть очень небольшое количество инструментов, которые я отслеживаю. Для внутридневной торговли это меньше десятка. Я смотрю на фьючерсы, это S&P, долгосрочные облигации, банды, нефть и евро, четыре рынка, все, больше нет. А потом, глядя на акции, я смотрю за самыми большими, самыми живыми американскими акциями. Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix, Microsoft, Tesla. Вот, сказать, это весь мой ассортимент. Наверняка я пропускаю сотни сделок, которые можно сделать с другими инструментами, но я делаю деньги благодаря тому, что я фокусируюсь на небольшом количестве инструментов и безо всякого труда, они у меня все выведены на один экран, и я очень редко пропускаю какие-то важные дела. Очень нечасто их пропускаю. То есть набор для внутридневной игры это вот четыре фьючерса и шесть или семь акций. Вот и все. То есть здесь важна также и концентрация. Да. А что касается более долгосрочной игры, то я слежу за новостями, я веду эту группу с партнером Spike Trade, много очень умных участников, которые приносят всякие замечательные идеи. То есть идеи для долгосрочных каких-то сделок, вот типа того же Кратоса или Гонконга, это грубо говоря исчищение журналов, слежение за интернетом. А для более краткосрочных сделок, которые длятся два-три дня всего, то я на уикендах сканирую все 500 акций, которые входят в S&P. И это занимает несколько часов на уикендах. Но к концу уикенда у меня есть план, меня интересуют 5-6 акций, и вот это мой ассортимент на предстоящую неделю. Опять-таки фокусировка. Я сейчас только что прочитал с огромным удовольствием книгу, новая книга, только-только вышла неделю назад, есть такой очень хороший финансовый журналист, Wall Street Journal, Грегори Зукерман, он написал книгу о самом успешном управляющем капиталами в мире, в истории, такой Джим Саймонс. Он построил организацию, у него там одних докторов наук, 50 штук у него, другого профессионала тоже несколько сотен, вот они ничего не пропускают, а я, так сказать, один крестьянин, сижу перед экраном, поэтому я должен себя ограничить каким-то не очень большим количеством акций, зато персонала нет, и нет нервов с персоналом. Понял, спасибо за ответ. Вот попросили также сейчас посмотреть нефть. С удовольствием. Давайте Crude Oil, CL. Бренд. Бренд, пожалуйста. Вы знаете, слева где-то у вас недельный график, а можно его сейчас начнем с большего масштаба, месячный график, чтобы увидеть уже очень большую картину. Вот так вот, да? Значит, мы смотрим сейчас на диапазон за последние 7 лет. Верхняя цена порядка 120 долларов, низшая цена порядка 35 долларов. И нефть сейчас стоит бренд 60. Дешево или дорого по отношению к своему диапазону за последние 7 лет? Значит, 120 по верхам, 35 по низам, а сейчас 60. Скорее, что дешево, по-моему, да? Это в нижней части диапазона цен находятся. Цена ниже зоны ценности, цена ниже скользящих средних, и она была уже ниже скользящих средних несколько месяцев. Пора бы падать, но она почему-то не хочет падать. Занятно. Переходим на неделю. То есть просто возникает какой-то вопрос. С одной стороны, очень медвежье все это выглядит, а с другой стороны, никакого прогресса вниз нет. Может быть, она и не хочет падать. С этим вопросом перейдем к недельному графику. Недельный график. В декабре прошлого года, когда нефть упала очень сильно, мы видим силу МСД, силу медведей в глубине МСД гистограммы и индексе силы. Нефть упала опять в июле этого года. Не так низко, правда, но практически до того же, почти до того же уровня. Можно привести горизонтальную линию, вот так вот, да? То есть, между прочим, то, что было в декабре, это был ложный выпад, один из самых сильных сигналов технического анализа. А сейчас нефть скребется по уровню поддержки и отказывается проваливаться. Цены медленно ползут вверх, МСД гистограммы растет, индекс силы растет, смотрим на недельный, значит, выглядит неплохо на недельном графике, смотрим на дневной график, смотрим на дневной. Был, конечно, совершенно сумасшедший выпад вверх в сентябре, но потом нефть вернулась в диапазон и у правого края прыгает с экрана и хватает меня за лицо торговая система. У вас наведен конверт на дневной график, а можно этот конверт сделать, ну, скажем, в половину меньше, половину тоньше? То есть тут 2,7 сделаем сделаем 1,3 десятых. 1,3 1,3 1,3 да. Окей. Может быть, даже 1,2 десятых. Сделаем еще меньше, сделаем 1,0 1,0 1,0 1,0 когда цена падает ниже зоны ценности, нет, обратно 1,3 1,2 говорилось, 1,2 2,0 1,2 системы, система, 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 Вычисляем средний пробой зоны ценности. Например, берем не сегодня, значит, сегодня цена пробила зону ценности, а предыдущий пробой. Насколько ниже, нет, 4 дня тому назад, насколько ниже, низшая цена была ниже долгосрочной линии, ниже голубой линии. Можно снять цифры с этого бара, да? Вот именно с этого бара. Вот с этого, да, точно. Чуть-чуть левее. Вот с этого, да. Ну, неважно. Мы берем низшую точку, пускай каждый сделает сам. Берем низшую точку этого бара, берем уровень голубой линии, и мы вычисляем, и отнимаем одно от другого, чтобы понять, насколько глубже был пробой, чем голубая линия. Идем к предыдущему пробою, да? Вычисляем глубину этого пробоя. То, что происходит сегодня, это четко происходит еще один пробой такого же плана. Он схож по глубине с предыдущими. А это зона покупки. А где зона продажи? А зона продажи как раз на верхнем конверте. рынок четко, рынок нефти четко движется в этом конверте. И система игры купи дешево, продай дорого, а параметры очень простые. Параметры покупаем ниже зоны ценности, где народ любит паниковать и продает, а мы купим. А когда нефть вернется, когда она постоянно возвращается к верхнему конверту, мы его продадим. Александр, я правильно понимаю, что сейчас мы, проведя данное действие с конвертами, его подстроили под текущий рынок? Да, только для этого рынка, только для этого рынка и для этой ситуации, а потом ставим его обратно на нормальный параметр 2.7. То есть это для конкретной игры на конкретном инструменте. Ну, это что часто бывает, что одни и те же параметры, особенно когда трейдер торгует какой-то конкретный рынок, то они под него подбираются уже исходя из... Да, 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 Потому что в принципе вот все, что мы делали сегодня, до этой минуты, мы смотрели на S&P, мы смотрели на евро, мы смотрели на фунт, мы смотрели на золото, параметры везде одинаковые. Я подхожу к рынку с линейкой длиной в 1 метр. А не то, что там где-то 75 сантиметров, а где-то 1,25 метра. Линейка должна быть одинаковая. Но когда это конкретный рынок и конкретные планы для торговых сделок на этом рынке, то вот здесь то здесь имеет смысл подстроиться. Понял. Спасибо вам. Тогда, может быть, взглянем быстро, у нас еще остается пара минут. Еще один инструмент, который несколько человек написали, это Тесла. Тесла. А, Тесла. Машина, да? Да, да, да. Окей. Тоже очень интересный рынок с точки зрения долгосрочных вложений. Но вот сейчас как он выглядит, на ваш взгляд, на текущем, потому что он находится на локальных максимумах? Я продал свое Тесло, в смысле свои акции Тесла. Машины Тесла у меня нет, жена против электрических машин. Тем более, живем в холодном климате, здесь батареи. другая песня. Я свою Теслу продал. Продал ее очень рано. Продал, когда недельный график ударил по верхней границе конверта. Больше месяца тому назад. Сейчас я иногда только занимаюсь чуть-чуть дейтрейдингом в Тесле. Когда я продал Теслу после акции Теслы, после того, как смотрим на правый график, Тесла вышла с очень хорошими новостями о заработке и получился гап вверх. И я продал этот гап. Как всегда, новичок покупает и продает слишком поздно, более опытные трейдеры слишком рано, гений делает это вовремя. Так что я все еще работаю на третьей стадии. Тесла с технической точки зрения очень переоценена. На недельном графике цена бьет в зону сопротивления. На недельном графике MACD гистограмма и индекс силы показывают, что быки слабеют. Но я побоялся бы продавать известное понижение. Слишком нет четкого сигнала на продажу на понижение. Нет дивергенции никаких. Я предпочитаю искать ситуации, где есть какая-то дивергенция. Если кто-то заставил меня торговать Теслой, Алекс, ты должен сделать сделку по Тесле и до нового года не возвращаться. я бы скрипя зубы продал ее на понижение. Но поскольку никто меня не заставляет этого делать, я просто отхожу в сторонку и говорю да. В рынках очень много хаотичности. и я ищу сделок, которые прыгают на меня с экрана, как например сделка по нефти или сделка с Гонконгом, которую мы рассмотрели. А когда это сложный случай, я предпочитаю оставлять другим ломать голову. Ищу простых сделок. Понял. Спасибо, Александр. Если вы не против, буквально две минуты мы с вами сможем сделать блиц, как у нас было в интервью. ряд вопросов я бы хотел как раз зачитать. Я думаю, что на этом завершим. В дальнейшем также всем хочу сказать, я оставлю также свою почту, ваше предпочтение по инструментам, коллеги, вы можете прислать мне на почту и также ваши вопросы. Немножко заранее это делаю, чтобы те, кто смотрит это пропустили, те, кто будет смотреть в записи, почта будет оставлена также под этим видео. Вопрос. При ложном пробое с дивергенцией всегда ли вход в сделку при дивергенции должен быть ложный пробой или бывают сделки без ложного пробоя? Бывают сделки без ложного пробоя, но если я настаиваю для себя на том, чтобы только входить в самые лучшие сделки. Я лучше пропущу, чем поступлюсь. Поэтому я жду и дивергенции, и ложного пробоя. Если нет обоих, то это неполноценный сигнал. Понял. Также были вопросы от как раз трейдеров, кто использует ваши индикаторы. Я вам пересылал уже этот вопрос, вы на него отвечали, но думаю, что для всех слушателей тоже это будет довольно-таки интересно, потому что периодически задают. По поводу индекса силы, так как в основе лежат объемы для построения, подходят ли тиковые объемы для использования также этого индикатора? Тиковый объем тоже объем, да? Тиковый объем это количество контрактов проданных, а тиковый объем это количество сделок сделанных. Да, они пользуются различными измерениями, но если этот индикатор прилагается к этому инструменту, то он внутренне связан. у меня нет никаких проблем с тиковыми объемами, абсолютно. Понял вас. Ну вот большинство вопросов мы ответили, поэтому я думаю, что на сегодня тогда мы можем заканчивать. Ну вот вижу, что последний вопрос как раз написал Иван Иванов. Почему к индексу сил применяется значение 13? Не знаю, не знаю. потому что очень давно когда-то это дело накрутило, получилось 13, и то есть этому техническому инструменту уже лет господи 30 уже, если не больше, 40. Почему 13? Не помню. То есть в то время что-то исследовал, это имело какое-то значение. Какое? Я уже давно забыл и не сомневаюсь, что независимый трейдер это протестирует и кто-то четко найдет, что может быть лучше 11 или 14, но к сожалению, на этот последний вопрос у меня единственный ответ не помню и не знаю. Хорошо. Тогда поступим таким образом. Для всех участников я написал в чат свою почту roman.isakov.sobaka.admironmarkes.com Поэтому вопросы к следующему вебинару и пожелания по инструментам, которые вам хотелось бы посмотреть, вы можете прислать мне на почту, мы заранее их подготовим и их, я думаю, что в этом случае сможем посмотреть чуть больше. Как раз это будет середина декабря, вполне возможно, что будет предновогоднее ралли и довольно-таки рынок может быть интересен, особенно если какие-то инструменты сильно упадут и может быть будет интересна возможность, чтобы рассмотреть непосредственно по ним покупки. Поэтому Александр, спасибо вам большое, как всегда, за интересный, продуктивный, информативный вебинар. Мы с вами увидимся 17 декабря и посмотрим, как рынки поменялись за месяц и что, собственно, интересного появляется. Спасибо большое, Роман, очень приятно работать с вами, спасибо за прекрасную поддержку. Спасибо, Александр, спасибо, уважаемые участники, поэтому прощаемся с вами до следующего месяца. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok